I have ways of blowing things off. И, конечно, вы не слышали об этой игрушке, потому что она очень сильно гремела на Blogsy Awards, которые мы уже показывали и которые, надеюсь, вы смотрели. Эта игрушка занимала первые места и была в номинациях. И мы решили таки зайти посмотреть. У неё рейтинг 94% положительных, в ней играют много людей. И посмотрите на это. Как бы на вид это MMORPG, мне кажется, но тут такая музыка и такая атмосфера. Очень приятно здесь находиться. Я ещё пока что ничего не знаю об этом мире, об этом балансе, о том, что здесь происходит и как здесь происходит. Но мне уже приятно здесь находиться. Я вполне могу понять, почему эта игра становилась номинантом на Blogsy Awards. Так, ладно, ты где? Я на возвышенном шаре. Давай, я к тебе сейчас подойду. Чуть-чуть, чуть-чуть, где-то немножечко капельку напоминает Skyrim. Ну, поехали. 10 монеток. У меня 111 монет. Идём? Да. Ты нажал уже? Да. А я могу этой штукой управлять или я просто вишу? Ты просто висишь. Неплохо. За 10 монет можно рассмотреть территорию вокруг. Вот. Вот. Ой, там мельницы. Вообще тут всё так красиво. Ёлки-палки. Я не знаю. Мне нравится. Всё такое гладенькое. Если я выступлю графику на максимуме. Причёсанное. Всё. Всё выглядит очень круто, ребятки. Можно рассмотреть свысока. Это второй раз, когда мы заходим. Ну, по крайней мере, я захожу в эту игру. Первый раз я просто создал персонажа. Испытание. Что за испытание? За 5 джемов. Пробежать через все чекпоинты. Я ещё не знаю. У меня вон 15 джемов, потому что я получил дейлик. Кстати, а вот это что такое? Ага, мне нужен второй левел. Ммм. Интересно. Я создал партия. Заходи. Так. Мгм. Найти матч. А где? Нажми на Кэнхэл. Кэнхэл, ну. А теперь опять нажми на Плей. Так. Нажми на вторую кнопку Кастом. Ладно, и у меня с 8 уровня. Тут же написано, нужен 8 уровень. Кастом. Вторая кнопка. А, это вот это имеется в виду. Так, присоединиться. Давай. Всё, пардон, затупил. Можно сходить в данж. Можно было, кстати, первый раз, когда я заходил, я отправился в какой-то свободный мир. Там были орки. Была ещё какая-то штука. Вот. И... Ну, я был слишком слаб для этого места, потому что орки меня очень сильно там мочили и всякое такое. Так. Меч. Меч. Ну, пойдём посмотрим. Буква Z вытаскивается меч. А, вот, всё, начинается. Интересно, что нам предоставить? Это такой поход по танжу, я так понимаю, да? Ой, ты шахтеры заражённые пистолы. Да, вот они нам по уровню, потому что их мы можем убивать. Давай, ты туда и сюда. То есть они наносят, конечно, урон, но не такой большой. Это как раз нам по уровню. Есть ещё у нас это, огненное заклинание. Да. Надо будет им тоже попробовать воспользоваться. Так, у нас 15 минут на прохождение данжа, если что. Я только сейчас заметил, что тут есть время. Я промазал. А, вон сверху уровень. Теперь я, наконец-то, увидел полоску уровня. До этого я думал, где её посмотреть, и теперь я только заметил, что вот оно. Заражённые шахтёры. Интересно, получится ли получить уровень с первого же данжа? Да. Наверное. Хотя я не знаю, сколько здесь будет этих шахтёров. Ну и, наверное, в конце будет босс какой-то, я подозреваю. Ну, то есть данж без босса же ж не бывает, я так понимаю. Да. А вот. Мир очень обширный, как мне показалось, на первый взгляд. И тут есть не только данжи, тут ещё есть что исследовать. Блин, кстати, а как хилиться? Никак. Нет, как-то же, как-то можно. Хиллер нужен. Нет, погоди, а жизни не восстанавливаются? Нет. Они восстанавливаются при накоплении не работают. Чёрт, это обидно. Нет, у меня жизни восстановились. Да, 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 жизни восстанавливаются, если ты какое-то время ничего не делаешь. О, да, восстанавливаются. Да, это хорошо, потому что иначе было бы совсем тухленько. У нас же ни зелий, ничего нету. Ну, хорошо. 300 очков, 299 из 500, вот уже больше, мы напили. Значит, есть шанс, что всё-таки уровень мы получим. Ну, как минимум, второй уровень можно будет получить, чтобы одеть то, что мне в Делике выдали. Там нужно второй уровень. Мне-то интересно было бы одеть, посмотреть. Мне третий. Вот. Блин, да, это ММОшка в Роблоксе. Всё выглядит очень прикольно пока что. Я думаю, что здесь можно будет провести не один час игры в дальнейшем. Мы сейчас, ребятки, вам просто показываем, потому что это был номинант на Блоксе, Блоксе и Ворксе, всякое такое. И нам было интересно. По крайней мере, я ни разу не захотел этот режим. Мне было очень интересно, то есть, чем он так прославился. Но теперь, зайдя в этот режим, я понимаю, почему его так обожают, и почему он так хорош. Это как в Dungeon Quest, только в Dungeon Quest. Кстати, да, Dungeon Quest тоже был в номинациях. И... Но он был... Dungeon Quest тоже был в номинациях, вы это, естественно, тоже видели, ребят. Вот. Но почему-то эти два режима, они такие шли по-разному. Один за одно, другой за другое. Вообще, музыка здесь такая приятная, ненавязчивая. Графика приятная, ненавязчивая. Вообще, хорошо. Вот в лучших традициях Роблокса. Он такой не топорный, а правильный. Так, ты бы восстановил хилку, наверное. Ммм, хорошо. Я бы никуда запустил. Так, у нас осталось 12 минут. Сейчас будет уровень, да-да-да. Да, хорошо. Сейчас вот этих ребят мы мочим и получаем уровень. Ну, по крайней мере, я. Не знаю, тебе долго это уровень? Тоже, да? Да. Так. Обилки, которые мы можем качать. Тут нужно 5 поинтов. Можно фаербол улучшить. Да, давайте. Я не против. И... О! 4 дефенса. Вот, это наручи. Я их одел. Все, хорошо. Я тебе по себе немножечко защиты добавил. Я, кстати, там пока был на поле, добыл еще какой-то цветочек. А шлем... У, тебе и шлем выпал? Да. Прикольно. У меня шлема нету, у меня только наручи. Я так тупо побежу в этом шлеме. Не, нормально. Если это глупо, но это работает, то это нормально, это не глупо. Если это тупо, но это работает, то это еще таки... Ха-ха-ха-ха. Нет. Главный принцип инженерии. Если это тупо, но это работает, то это не тупо. А еще, если ты использ... Если ты не можешь что-то починить с помощью изоленты, значит, ты используешь мало изоленты. Я тогда на этих нападаю цену лет. Ты такого же цвета, как они, я тебя иногда путаю. Хорошо, что тут нету френдли фаера, то есть я не могу тебя случайно ударить. Это приятно. Я так понимаю, что какие-то вещи, которые с них выпадают, у нас подбираются автоматически, потому что я... Ну, посмотри в свой инвентарь. Я такой зашел, и оказывается, у меня там наручи еще лежат, которые выпали, которые... Нравится с уровнем. Нет, вряд ли уровень тебе дает какие-то вещи. Блин, они, кстати, уровнем постарше уже. Они уже, смотри, третьего, четвертого там был чувак уровня. Ну, да, только что... О! Нам туда. Третий, на классе, на лучшем. Поехали. Ты че делаешь? Пытаюсь убрать. Блин, там можно было спрыгнуть, или? Спрыгнуть, спрыгнуть. Вот, нам сюда. Точно. Блин, я так... О! Басецкий, колбасецкий. О, бот! Давай же я его побыстрее замочил. Кристальный лорд. Э! Он довольно-таки хороший, как я делал. Выглядит очень круто, мне нравится. Это как в Дарк Соусе. Бегаешь у него под ногами и постоянно бьешь пятку. Все, короче. Это секрет убивания любого босса. Бегаешь под ногами. Если босс огромный и больше тебя размеров, бегаешь под ногами и рубишь пятку. И у тебя все хорошо в жизни. Блин, у меня... Он бы этих демонов заспаунил. Меня сейчас убьют. Ёлки. Я пойду отхилить немножечко. Просто надо убить босса и все. Просто надо убить босса. Нет, меня убили. Меня убили. А, можно... Тут есть респаун. Это просто стоит времени, да? Стой, мне же не сначала это все... Ай, тьфу ты, блин, я на выход побежал. Почему меня так развернуло? Ты там живой вообще, не? Я убил его. Да. Данч зачищен. Красиво. Молодец. Я вот не справился, а у тебя хватило хпшки. Молодец. 9 хп осталось. Фух. Давай, нажимай сверху вернуться в лобби. В лобби. Давай еще походим, посмотрим, что тут есть, кроме данжа. Потому что, мне кажется, тут есть еще какие-то вещи. У нас, ну... Я себе практически третий уровень набил. Что прикольно. Может как-то продавать эти вещи, которые... Ну, это же мемошка. 100% есть торговля какая-то или что-то. Да. Так, делик мы уже сегодня получили. Вот, кузнец. Крафтер. Используя материалы, можно что-то крафтануть. У меня один слиток этого. Блин. Коптер. Я забыл, что это такое как-то... В смысле, я помню, что это такое забыл, как переводится. И... Бронза. Бронза, бронза, да. У меня есть слиток бронзы и... бронзовый меч нужно один слиток для для одного слитка нужно два руды так что я топор получил четвертый уровень нужен на топор фигасе а ты кто такой о камушек на интеллект круто я получил топор вот это немножечко но не то чтобы обидно а ну то есть мы завалили босса мы прошли дальше где информация о том что что-то получил как бы мне это просто положили в инвентарь и такие ну на держи а вот одинаковый defense то продать тогда вот это продать геймпассы а тут ой зельки можно купить понятно есть 15 алмазов смотрите за золото можно как бы какие-то другие вещи делать стоп давайте погуляем посмотрим что у нас тут еще есть ну короче данжи довольно веселый довольно прикольно если проходить спать и приходишь сюда с друзьями и пошататься по данжу очень интересная тема я думаю что они будут дальше разнообразится то есть ну хорошие игры всегда так делают они делать разнообразные вещи так это покататься на шаре это мы видели к ироне что покататься на шаре это не покататься на шару где был выход к путешествия вон туда точно точно на мост на мост выходишь и ты можешь исследовать пойдем вот можно первый десятый уровень рекомендовано приятная приятная долина пойдем туда потому что по уровню у нас есть 2 с половиной уровень как раз на стаку в приятную долину идти иначе нас будут по моему с первого раза везде убивать то есть есть свободные территории ты такой приходишь тут есть слаймы и тут есть орки и тут можно кстати пособирать до цветочки можно собрать я уже собирал ягодки можно собрать не не знаю для чего используют цветочки для какого-то крафта наверное я еще не заметил можно а а вот топор собственно у меня что он же у меня только а это боевой топор только на четвертый уровень вот можно срубить дерево вот собрать цветочек вообще прикольно прикольно очень на у тебя короче в инвентаре появляется в о дрова дрова нужны для того чтобы меч скрафтить короче нужно еще один дрова значит и потом нужно бронзу 2 2 бронзовых руды ага еще и у меня поднялся уровень лесоруба то есть то чем ты занимаешься она у тебя и прокачивается вот это кстати прикольно мне нравится не знаю наверное купить чтоб камни дробить что ли вот так хорошо тут кстати были о слайм пойду слайма зарублю орки кстати а дофига сильные слаймы слаймы вообще не отвечают они это не отвечают он по мне бьет но на три просто я его бью сильнее орки очень сильные осторожно да да и слаймы короче они такие увесистые слайм 3 уровня за них их спутают на них тоже можно качаться так хорошо тут можно переместиться дальше наверно еще и рыбу можно ловить скорее всего наверное о вот вот здесь можно руду добывать не надо кирка никакая подходишь и добываешь руду этот идеал он упирался просто припадки MATTunu немножко два 27 канадес если как нужно два руды то есть мне получается нужно 4 руды. Сейчас посмотрим. Руды у нас 3, дерево 3. Руда еще одна нужна. Они достали, они отбирают у меня руду. Нет, не-не-не-не, все нормально. Она потом просто немножечко с небольшой задержкой появляется у тебя в рюкзаке. То есть только что, например, у меня чувак как будто отнял руду, мне не дал добить, потом бах, и она появилась у меня в рюкзаке, все нормально. Пойду попробую меч скрафтить и посмотри, какой по характеристикам и могу ли я его одеть. Вот это было бы интересно. Большое спасибо разрабам, что не надо. Пойди купи лопату, пойди купи кирку. Нет, они у тебя просто есть. Это где? Где крафт? Крафт? А? У кузнеца крафт. А где кузнец? В лобби. Должно возвращаться в лобби? Да, да, да. Так. Один слиток? Да, нужен один слиток. Давайте, короче, крафтанем один слиток. Он делается из двух. Ага. Давайте я еще один тогда слиток сделаю. И крафтинг повышается. Короче, у тебя уровень лесоруба, уровень шахтера, уровень крафтинга. Все повышается, все круто. Давайте меч сделаем. Я тоже хочу меч сделать. Это первый. А второй? А второй у меня пока что умение закрыто, потому что у меня не прокачано. Я понял. Вот это прикольно. Сколько там руды надо? Ой, маленькое максимальное здоровье из двух цветков делается. Да. Руды надо две руды, по сути. У тебя получится один слиток? А? А я три скрафтил. Да, пофиг. Так. Так, хорошо. У нас есть меч. А чем он лучше нашего? О, я с крафтил меч. Калпы даггер. Да. А-а-а! Ох ты ж, вот это круто! Смотри! Это кинжал! Смотри на меня. У меня теперь есть меч и кинжал. У меня есть деревянный меч и... Хо-хо-хо! О, да! Эй, насколько это урона будет нам нести? Явно больше, потому что ты бьешься перед двумя оружками. Круто! Вот за это спасибо, ребят. То есть, по сути, можно будет вместо кинжала потом, наверное, одеть щит или... Меч у нас деревянный. Значит, меч тоже можно будет скрафтить. Нужно повышать уровень крафта и тогда... Привет, Арнольд! Ты чё к нам? Вот. Ладно, ребят, смотрите. Режим очень крутой, очень прикольный. Ты чё делаешь? Ты когда так успел не загореть? Хе-хе-хе-хе-хе! Да, ребятки, мы пока что на этом закончим. Ну, потому что, как вы понимаете, прохождения не будет. Это MMO-RPG. это та игра, в которой люди проводят десятки, сотни часов, просто наслаждаясь тем, что они здесь. А мы хотели вас познакомить с этим режимом, показать вам, если вдруг вы его еще не видели или не знали. Вот. Здесь очень классно. Вот, реально, очень хорошая, очень классная атмосфера. Очень приятно здесь находиться. И я думаю, что ну вот, я точно сюда еще вернусь и проведу здесь какое-то время, что и вам советую. Все, ребятки, на этом, наверное, у нас сегодня серия заканчивается. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправ. Всем молодушек! И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok